всем доброй ночи дорогие мои ну вот я прошел же 10 часов вечера попил чаю любуюсь своим подсолнухами смотрите сколько купил вот я разложил по столу вот так вот такой кучу все таки я перевенщина есть так разобраться колхозник как говорили люблю вот такой вот натуральный чтобы не опускать на столе лежать я буду чувствовать себя как будто я когда-то там это подсолнухи дома сушили шелкали вечерами и как-то это самое такое вот ностальгически такой этот вот ну парка я сделал вам когда ролик комментарии вы написали спасибо анатолий спасибо федотто не тот вот тут под ником вы тоже написали да я получил гражданство могу спокойно здесь жить все все вы право на то ли надо мне бегать делать вы ножи там ходить там страховки оформлять хотя без страховки все равно нельзя потому что медицинская страховка нужна вот и все юридически это надо выполнять вот кроме нет сам если обязанности гражданина а я стараюсь всегда все выполнять как надо вот ну про жилья варя знаете я думаю что я все таки человек оптимист я думаю что свое время это все явление это все явления сами уйдут на нет но для этого нужны годы десятилетия думаю даже уйдет вот то же самое и национализм все остальное мы же видите как 70 лет существования ссср мы как бы как закрытой коробочке жили закрытой коробочке выезжать только страна соцлагеря да и иностранцы к нам почти не приезжали мало это учились которые студенты и союзных республик приезжали работу учительного но не таком количестве большом как счастье и как-то мы не правы наши люди не привыкшие вот как-то это да понимаете вот я же говорю вам вот национальный состав до турции 52 процента всего турков остальные другие национальности многонациональная страна здесь никто не удивляется например из африки даже я видел в анталии много афро турков я обалдел оказались такие даже афро турки то есть их не предки когда-то из африки переехали и уже у них турецкие имена все и по турции разговор граждан турции все все даже я видел одного африканца но уже афро тур когда у него турчанка жена это они жили к пизе я видел и и узнаете других странах вот так было открыто и как бы сказать иностранцы спокойно приезжали жили работали и как-то это было привычно для наших стран это было это конечно это после распада ссср конечно хлынула короче это самое вьетнамцы приезжали я помню показывали по телевизору они нелегалы работали 90-е годы пошивочных их использовали вот они пошивочными этими занимались вот это куртки муртки все такое в наши страны вот и республики средноазиатские основном с турции вот я даже помню выступление нашего президента турец туркменского первого а или 2 президента когда говорил что выступал это самый когда разговаривал с предпринимателем он говорил что так и отцам гор приехали гор бедненькие гортых сейчас год богатый год же гор миллионеры стали меня горит не признают потому что наследие ссср было очень богатыми хлопок вообще республику раз богатый и казахстан нефтью богат и газом и другие методы даже уран добывает туркмении то же самое хлопок нефть газ шелк общем каракуль все есть и то же самое узбекистан киргизия другие самые богатейшие 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 республики и россия не бедная но пока еще мы учимся им управлять им управлять когда такой вот говорят же собаку держи долго в цепи да и отпусти его и он не знаю что с этой свободой делать у нас тоже также получил передозировка получилась вот такая вот демократии в демократии для кого-то полностью демократии для кого-то нет мы вот завидуем до завидуем китаю от китай мощно это понимаете вот я иногда смотрю вот нет нет на ленте выскакивает да вот это вот как у них вот сегодня я вот на ленте фейсбуке было каких них девушек они ну них же там за наркотики за все смертная казнь это красивые девушки ждут своей участи и вот пришли за одной из них короче красивая симпатичная лет 20-25 вот кандалы сняли руки завязали за спину ноги обвязали и на спину короче подворотный сзади такую табличку и даже показывали раньше даже как их подводят на колени посадили из автоматов калашникова патронами все жестко у них и чиновников и все и вот вот под этим роликом конечно это очень грустно это и там наши люди наши люди вообще такие знать каких-то местах очень это тому такие грубые это как они могли да они как могут а это жестко да они делают это они жесткости все на жесткости но мы тоже бывают жесткие вот тоже фейсбуке вышла сегодня один адвокат выступал самая по моему москва там потому что сзади у него табличка стояла он около таблички это отделение полиции 1 на 1 женщина вышла со своими детьми детскую площадку на нее другие женщины натравили собак доберман говорит и ротвейлера восьмилетным ребенком покусали ребенка женщину и год женщины горали другие женщины короче говорит убейте их кончает рвите их мол короче да и вот это адвокат статьи называл что 105 там туда сюда рваная рану ребенка вот мы злы есть такие тоже жестокости понимаете неоправданные таки да ну вот наказать надо по полной таки вот когда вот наказание будет за все такое да за такие эти жесткое наказание вот как китай вот ноги думать дубай хороший да вы знаете там какой жесткий закон ребята очень жесткий недавно один блогер там он показывал что он машины за нарушение машины лишился на нарушение вот оружие это машине лишился машины забрали вот тоже самое и сингапур году сингапур почему стал богатым почему это да хотя там даже вода призывая потому что все жесткости все от какие-нибудь порядки до какие-нибудь высокие это это в америке говорят это сам меня вот друзья вот рассказывали в америку тоже это очень жестко жесткого там горт если не будешь работать ничего не будешь кушать там горт постоянно надо работать для нас кажется что за забором на или все живут хорошо даже вот хорошо но там тоже есть свои это работать надо работать 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 вот а вот что порядок банджевский закон и закон для всех я все вот вы написали что про варя жулья да вот вы знаете я хочу сказать я еще раз повторю что это когда-нибудь спадет на нет вот это все явление я я так я оптимизм но и конечно я не доживу до этих дней но я думаю что когда-нибудь будет я лично в турции да вот посмотрел вот у меня был хороший друг можно сказать даже до мухтар одного из районов анталии вот я с ним подружился после того когда я только год по моему или полтора я жил и дошел короче я ехал на электрическом старом мотоцикле своем и увидел как спортмане там лежала под дождем открыл короче там карточки банки деньги я все это короче беру и еду в этом мухтарлы и короче а там у него люди еще сидели я говорю извините я вот к вам зашел я говорю вот так вот нашел я говорю по дороге вот документы вы наверное я не знаю кому обращаться но погода фига и вот с того времени мысль я с ним у меня все время где-нибудь бетто мы здорово и останавливает машину так вот он короче у него офисе у это мухтар у всех открыты вот мухтар это мы думаем это собака да нет мухтару не как бы клава вот этого райончика такого да вот этого каждого к вам большого райончика квартала до такого о махале и вот у него постоянно открыто и что самого он один он и регистрирует людей он его дает справки и выслушивает жалобы и принимает мир он свяжущее звено с администрации города и знаете я посмотрел его стиль работы он рано утром приезжает рано утром и на мопеде у него хорошая машина иномар когда он его ставит под навес там и на этом мопеде обход обходит всю территорию где мусор где все как-то это все он смотрит останавливается записывает останавливается записывает идет и к себе идет и вызывает и водоканал и что-то еще мусорщиков один человек вот я посмотрел я с ним разговаривали грозините город вы один я говорю и паспорт из и всего секретаря нет водителя нет никакой охраны ничего нет игру у нас бегу на вашем месте его здесь бегу работали бужа я горит 30 человек минимум 30 человек минимум вот он когда почта зачем го столько народу игру ну так вот у нас его так принято я доску помню под москву один раз в одно сельское поселение зашел недалеко от москвы где-то километров семьдесят до варих озорском районе вот знаете двухэтажное здание сельской администрации глава поселения сельского два его заместителя один первый заместитель три заместитель в общем секретариат огромный король три-четыре вот это сидят потом отдел коммунальной службы старший специалист ведущий специалист специалист начальник отдел я там короче тоже у меня друзья были там я говорю подождите здесь сколько чиновников то я говорю о год человек наверно 40 будет представляете да в одном сельском поселении столько чиновников а дороги были разбиты я там базе дороги разбиты безработицы ну как это вот и вот там было поселение 10 тысяч человек вот сельское поселение довольно таки и вот таком же вот это где работал вот мухтар у него где-то порядка 15 тысяч человек живет я у него спросил сколько здесь у вас игру живут людей вот вообще он год это 1015 представляете 1015 один человек справляется со всеми этими делами и вот я что хочу он ходил и на рынок все везде это самое пешком везде ходит я его сколько раз на рынке видела на касса ходит смотрит порядок все все хотя там муниципальная полиция вот забита называется вы знаете вот я когда это все посмотрели елки по год у нас был бы так столько денег можно сэкономить столько дармоедов можно не кормить будет ли такой когда-нибудь раз я думаю что да но не сейчас не сейчас и национализма тоже не будет но не сейчас но не сейчас вот я думаю что вот сейчас вот народу разум будет китайцы африканцы я уже говорил вот я думаю что уже будет и ничего страшного в этом нету вот только не кричат корову 52 процента турков всего остальные другие нации нет все которые другие есть тоже другие национальности они тоже граждане этой страны со всеми правами обязанностями и все подчиняются законам турецкой республики а почему бы там тоже нет ну и что что будет допустим афро русский будет да ну и что афро турки есть же афроамериканцы есть же афро русский будет ну и что он такой же гражданин такой же это для нас конечно это сейчас дико мы даже сейчас даже представить себе не можем что африканский это самый какой-то темнокожий даже на посту стоит гиби да да недавно снимали один там это такими этим вот полицейский один есть же афроафриканец показывали то ли москве то ли подмосковье это как большое это как это так смотрите до чего дошло ничего такого я не вижу тут мы вообще земном шаре живем я же говорю же вот мы все одной кровью люди да вот 36 градусов только свет кожи религия различается у меня я же говорю вам что поселке я где родился вырос тогда когда я еще там это самое был те годы 80-е годы да там было 10-15 тысяч человек сейчас же конечно там город тогда был поселок городской тип сейчас городом сделали да вот да там представители всех национальностей жили всех вот соседка нас через это лёша вот у меня вот и он у меня и подписчики мой сосед сейчас в украине живет тетя маша прекрасный человек медсестрой работала вот потом дядь вячеслав я два лера по одной улице столько людей жилого поселка вообще было это очень много жили другие национальности азербайджанцы жили армяне жили дагестанцы ингуши чеченцы все дружно жили у нас не было такого что вот кто-то какой-то это казах было много я с казахом в одной школе учился вот вместе вырос я с ними поэтому не казахской очень много родное понимаете о то же самое и другие кавказские национальности мне родные они я с ними вырос понимаете я с ними вырос вот я хочу сказать что национализма не должно быть просто его вот за эти 30 лет много политиков сделали на почве этого явления сделали себе карьеру понимаете сделали себе карьеру большинство политиков это все зависит от идеологии от идеологии понимаете от идеологии зависит и народ надо тоже воспитывать народ тоже надо воспитывать на правильном пути надо пустить распитывать вот тогда будет нормально все а так или как сорняк раз и делай что хочешь это вообще получится это вот я же жесткий закон вот я же говорю китай почему от величия мне кажется китай даже экономически будет первой державы возможно даже мира будущем будет это америкам америка все останутся стороны а почему там потому что жесткие закона и народ работяга народ работяга о поэтому сегодня постоянно сейчас начали китайскую тему вот фейсбук я смотрю детский сад китай показывает там блин шведский стол можно сказать дети идут короче там такими этими вот шикарно это же не было даже 20-30 лет назад китай не было такого роста как сейчас за такое короткое время оказывается можно было дело можно тоже вот это сам эмиратах я первый раз я в эмиратах был 97 году первый раз для меня тогда было вообще открытие это как так вот после распада ссср прошло всего-то 5-6 лет а я в 97 году впервые дубаев я когда это все увидел болен так и тогда тогда еще только это вот все равно были в небоскребу магазины полны видеомагнитофон у чего хочешь короче и очень дешево все и меня было вообще открытия горни фига себе вот и когда я с от жадности купил короче 3 видеомагнитофона мне заказали что поедешь видеомагнитофон это 3 видеомагнитофона купил короче мне говорят выйди-то отель говорит это сам мы вам привезем в каком отеле остановились я говорю вот так вот так а мне ресепшен воды дал вот эту карточку тогда короче оставил я вот такой-то это самое и всю я я еще пришел додумать дурак думать деньги отдал и оставил это все часов 6 вечера дверь стучат открывай индус стоит такой короче такими то там индусы в основном от этого не классе и мне за упакованы уже видеомагнитофона подает это самый и ушел для меня было этим как это так вот вот я тогда открыл для себя впервые вот это вот понимаете огонь нифига покажу вот так же потом разговаривал с людьми они говорили что даже буквально 10-15 лет назад говорит здесь говорит еще не было ничего а 20 лет назад как вообще здесь благод пустыня бедуины жили о оказывается можно было делать все можно делать же все зависит от нас самих понимаете вот но для этого я еще раз жесткий закон и закон должны быть для всех единого тогда все нормально а так говорят закон как дышло так не должно быть как дышло для всех одинаково для мера для простого гражданина тоже вот тогда будет все нормально а за такие вот эти всякие проявления жестко наказывают а тогда будет нормально а так безнаказанность безнаказанность вот это вы написали жюльё варю это все безнаказанность это все остановится из-за безнаказанности понимаете а безнаказанности она порождает преступления вот вот такие дела здесь конечно этого нет как бы да сейчас вот так вот трудно вот так вот сейчас и кризис везде но здесь вот такой вот таких явлений нету чиновник работает на своих местах вот парк видите как чистота порядок безопасность никто тебе не тычет я же говорю а вот сколько уже год здесь катаюсь мне никто не остановил еще ни разу гибридами в анталии ездили 7 лет из 7 лет один раз только это за ремень оказывается там они стояли а я без ремня выехали с она из автосервиса я не помню 130 лет что ли мне штрафы самое тут же из машины надо выходить они сразу тебе штраф выписывают и все вот и как у нас из машины выходить багажник открыт еще унижаться командир что такое туда унижаться туда-сюда вот нет и сказали течение 15 дней заплатить и там 20 процентов что ли низко но это цена у нас со скидкой я пошел я не помню в общем меньше заплатил чем вот это квитанции было вот так что здесь вот такая вот это сам это да есть трудности много тоже но они не связаны вот с твоим личным этим до что тебе никто ничего не говорит какой-то нации какой-то религии какой-то это закон для всех едим закон для всех едим я вчерашнем ролике же я делал же здесь права качать не надо наш виду любит очень права качать очень на все любят права качать у нас понимаете мы живем по принципу наш или два основном да как бы сжиганием за собой мостов и при дружбе и при знакомствах при везде везде как будто туда уже этот человек больше не обратиться как будто этому человек потом уже больше не обратиться понимаете и вот такой принцип да вот у наших людей как бы мы этого не хотели признать о я же говорю даже вот мне бывает тогда вот давай меня сведи с кем-то я гонит уже анталийский я говорю ошибки я не повторю тебя куда-то сводит а потом тебя позорит нафиг чертям собачьим но потом уже тебе уже туда дорога будет закрыта у меня я же говорю очень много было случаев так и когда вот сводишь уже потом уже туда идти стыдно уже там такое напортать что уйдет сожженные мосты понимаете с изжиганием мостов вот сегодня вот это указ вот это я вам поставил что белоруссия и по телевизору показали белоруссия уже запретила загранпаспорта консульство выдавать за границей да я вот честно скажу я вообще сторонных жестких мер вообще перед тем как какого-то гражданина выпускать за границу мне кажется этого человека надо все стороны изучить чтобы человек эту страну не позорил за границей понимаете а сейчас кому не лень билет купил вылетает а там натворить что угодно и на свою голову и на всех этих остальных как помните с отелей товара валет я когда кошелек тогда принес это сам вот этот апартамент и как разве это время крутили вот это как по всем этим соцсетям показывали как это семейная пара все загружала туалетные бумаги все все короче в это и там показывает там ну конечно может и преувеличили там много но это было это и тогда город вы откуда мне этот я грязь россии ну-ка твои касса разные ягод так у нас нет такой ягод и он мне сказал вот показывали вот это ягод единицы у нас я про сори здесь бы не вытаскивать ягод у нас единицы это ягод храмы овцы ягод бывает во всех странах да точно окажется год тоже бывает где принесли как портмоне аглибогат этот там деньги все все и не маленькая сумма вот так что все зависит от нас самих и хорошая наша жизнь и хорошее наше будущее тоже но поживем увидим но я думаю что я оптимист все таки я думаю что я не доживу я это точно так хороших времен я чем не осталось 62 год пошел а вот пусть наши дети наши внуки ход поживут хорошим временем чтобы толерантность была чтобы законы работали чтобы работа была вот в этом комментарии написали что каждый мужчина должен себя народе от нас что-то зависело что ли девяносто первом году нас кто-то о чем-то спрашивал что никто не о чем не спрашивал нас вся наша беда в этом нас никогда ни о чем не спрашивали понимаете мы на следующий день проснулись уже каждый раз разных республиках вот так и все шар шурм взяли все три человека подписали беловежской пуши все нафиг никто не учел никакие никакие вот такие вот это лишь бы чтобы у каждого своя власть каждый хотел себе власть свою одну единоличную вот и в этом вся проблема вот такие дела ладно спокойной ночи вам всем хорошего настроения пока